Всем привет и сегодня мы поговорим о 10 рейсерах, которые появились в WWE 2K22, но не появятся в WWE 2K23. Начинаем. 10 место. Тайлер Брис и Фанданго. Тайлер Брис и Фанданго были уволены в конце июня 2021 года. Еще в недалеком 2016-2017 эта команда была одним из лучших комедийных и интересных дуэтов на SmackDown Live. А сейчас их просто увольняют из WWE, аргументируя это тем, что они не входили в планы по приданию большой значимости дивизиону получи жиловесов NXT. И из-за этого увольнения появление их в WWE 2K23 маловероятно. 9 место. Найя Джекс. В ноябре 2021 года появилась новость о том, что Найя Джекс принципиально отказалась вакцинироваться и из-за этого компании пришлось с ней попрощаться. Также одна из причин, что она не очень бережно ведет себя на ринге и очень жестко исполняет свои споты, тем самым повышая риск травмы своих соперниц. Найя Джекс пытались вернуть на Royal Rumble 2022 года, но она категорически отказалась, и поэтому можно сделать вывод, что после всего этого ее как игрового персонажа не будет в WWE 2K23. 8 место. Калисто. В 2021 году Калисто был очень недоволен своей позицией в WWE. Ему не нравилось выступать на пресс-шоу и просто веселить людей. Он понимал, что хочет чего-то большого, и из-за этого ходил к руководящему персоналу и предлагал им свои идеи, но всегда получал негативный ответ. После этого он сам попросил, чтобы его уволили из WWE. Когда его уволили, его друзья Патрио, Гранд Металик и Линд Сидорадо получили пуш на ТВ, чтобы немного поздить Калисто. Из-за этого его точно не будет в WWE 2K23. 7 место. Мерфи. 2021 стал проклятием для всего ростера WWE. Последние сюжеты Мерфи не привели его ни к чему большому. За 2020-2021 год он успел войти в группировку Сета Роллинза, стать тактим-чемпионом, но потом что-то пошло не так, и его перестало пушить. Потом дурацкий фьюд с распадом команды Мерфи и Роллинза, дальнейшие проигрыши всем подряд и увольнение из WWE. Сейчас Бадью Мэтьюс выступает в AEW, а из-за этого его появление в игре маловероятно. 6 место. Кит Ли. Все еще проклятие 2021 года. Один из тех рестлеров, которому пророчили большое будущее, позже был уволен из компании. Рестлер с большим потенциалом в NXT был одним из главных звезд, но позже перешел в основной ростер компании и все пошло под откос. Перед увольнением получил гиммик Медвежонка, провел последний матч против Седрика и Александра и был уволен из WWE. Сейчас рестлер находится в AEW, так что надеяться на появление Кит Ли в WWE 2K23 не стоит. 5 место. Самуа Джо. В апреле 2021 года компания Винса уволила Самуа Джо, а уже летом Самуанец вернулся на NXT и даже успел выиграть титул на Тейковер 36. Джо недолго продержал титул и уже в начале осени вакуантировал его из-за травм. В последствии того, что он часто получал травмы, его и уволили. Позже он перешел в AEW. Сейчас самоа Джо является телевизионным чемпионом AeroWage и ждать его в WWE 2K23 не стоит. 4 место. Сезаро. Один из самых техничных рестлеров за всю историю рестлинга. Сезаро покинул WWE спустя 10 лет нахождения в компании. Также является сильно недооцененным. Он уже давно рестлер мейн-ивента. Да, у него были проблемы на микрофоне, но это можно было исправить менеджерам. В 2021 он еще дрался с Романом Рейнсом за главный титул. Ему опять пророчили большое будущее, но что-то пошло не так. В 2022 он не решил переподписывать контракт и перешел в другую федерацию, где стал главным чемпионом AeroWage. Мои поздравления, но из-за этого Клаудио не будет в WWE 2K23. 3 место. Джефф Харди. Живая легенда. Харизматическая нигма. Джефф Харди был уволен из WWE в конце 2021 года из-за того, что вышел на матч на лайв-шоу не в трезвом сознании. Его отправили домой и попросили пройти лечение в реабилитационном центре за их счет, но Харди отказался, тем самым был уволен из компании. Весной 2022 дебютировал в AEW. Недолго повыступал там, в июне этого же года Джефф арестован был за пьяное вождение без права. Пожелаем Харди скорейшего прохождения реабилитации, но из-за скандального увольнения и перехода к конкурентам он не появится в WWE 2K23. 2 место. Брон Строуман. После этого увольнения я был немного в шоке, так как Брон идеально вписывается в стиль компании Винца. Большой парень, подвижный, неплох на микрофоне. Но потом, как молния среди ясного неба, WWE увольняют Строумана из-за крупного контракта, который он подписал перед пандемией. И когда коронавирус ударил по бюджету компании, его решили уволить. Сейчас рейслер подписал контракт с Arrow Age и, возможно, подпишет с AEW, так что ждать его в ближайшей игре WWE не стоит. 1 место. Изверг Брей Уайер. В своем последнем матче Изверг проиграл Рэнди Ортону на WrestleMania 37 и после этого пропал с экранов. Потом он попросил руководство отпуск в связи с тяжелым и душевным состоянием после смерти друга Люка Харпера Броди Ди в конце 2020. В моментальном сети появилась информация, что Брей Уайета уволили в связи с экономией бюджета и пожелали ему успехов в дальнейших начинаниях. Изверг должен был появиться в WWE 2K22, но его вырезали из игры. Даже если он вернется в конце 2022 года, в 2K23 он вряд ли попадет. Вот такой вот топ, ребята, получился. Если он вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр, всем пока.